Здравствуйте! Позвольте продолжить, скажем так, прерванный, кажется, 203-й выпуск студенческой эмиграции в Австралию, так называемой эмиграции, студенческой эмиграции в АЗС. Поэтому, попрошу опять-таки напомнить, что студенческая эмиграция в Австралию звучит следующим образом, потому что, в общем-то, все типы виз, они получаются через департамент эмиграции, через посольство, в данном случае в Москве. Вопросы эти эмиграционные, поэтому, беря эмиграцию в Австралию в кавычках, потому что эмиграция, это, вроде как, выезд на постоянное место жительства. Далеко не все, кто едет учиться в Австралию, планируют в ней остаться. Поэтому, как с одной стороны, что-то притягательное, а с другой стороны, как наполовину корректное, скажем так, название студенческая эмиграция в Австралию имеет место быть. Прервались мы, в общем-то, на самом, на мой взгляд, интересном и, может быть, самом нужном, очень нужном для нас вопросе. Это помощь проекту Рамзе с вашей стороны, и, в общем-то, вся сила проекта заключается именно в вас. Не секрет, что эти ролики на YouTube приносят проект не менее чем третий новых людей, новых форумчан, новых активных участников этого проекта. И поэтому, именно через видеообращение, я хотел бы попросить вашей помощи. Чем более активно вы делаете water-maus или активно работает сарафанное радио, так называемое, тем более успешен наш проект, тем больше людей знают о нас, тем более вероятно ваша студенческая эмиграция. Потому что, чем больше искренних, полезных друг для друга людей, тем, в общем-то, каждому из этих людей лучше. Есть аналогия, опять-таки, аналогия с пчелами-медоносами. Если одна пчела, это маленькая ничто, второй пчел, это мощная сила, которой, ну, все мы помним в фильме «Маугли», боятся даже те, кто может покорить джунгли. Первое, что вы можете для нас сделать, это просто распространять информацию о нас, давать о нас линки, говорить о нас, давать, может быть, какие-то ключевые слова, давать линки на ролики, в том числе и на этот, на ролики в YouTube. Давать это все на местных форумах или форумах по интересам, то есть на тех интернет-ресурсах, где потенциально люди могут заинтересоваться обучением в Австралии, студенческой эмиграцией в Австралию. У нас очень много регионов в России, у нас очень много клубов по интересам и, в общем-то, потенциальная база, если хотите, насчитывает, может быть, десятки тысяч людей, может быть, сотни тысяч, из тех, кто может сюда приехать. Это уж точно десятки тысяч людей. И заинтересовать этих людей, скажем так, успокоить их достаточно большие внутренние сомнения, вот это вот великое дело, потому что в этом случае мы сможем обойти все те миллионы долларов, потраченные на так называемые маркетинговые усилия, нечистоплотными, в общем-то, образовательными агентствами, иммиграционными агентами, и дать людям не только свободу выбора, но и дать им выбор, который сделает их приезд сюда намного легче, дешевле и, если хотите, даже качественнее и быстрее, потому что фактор времени очень немаловажен. Нам эта помощь архи нужна. Это 70-80% того, что мы физически и даже в теории можем сделать. Без этих людей, без новых бойцов проекта «Рамзес», без людей, которые дают новую кровь и освежают этот проект, дают новые идеи, поворачивают проект в ту сторону, которая в действительности нужна людям, новым людям, скажем так, потому что обстановка меняется. Мы не будем в курсе событий, мы не сможем адекватно отвечать на какие-то изменения, происходящие вообще и в России, в Австралии, и вообще на иммиграционном поле, в том числе и, в общем-то, на поле студенческой иммиграции в Австралию. Это люди, которые дают нам не просто успех, это люди, которые дают нам смысл существования. И вот я вас очень попрошу активнее поучаствовать именно в рекрутменте этих людей. Нам нужны новые люди, нам нужно, чтобы вы подошли к этому делу, скажем так, с определенной долей неординарности может быть. То есть, ну понятно, рассказывать всем доинтересованным знакомым о студенческой иммиграции – это одно дело, но активно, участвуя на различных форумах, выставлять информацию о нас и давать линки на нас уже потяжелее. Придумать что-то другое, новое – это, наверное, еще тяжелее. Сопрячь свои бизнесы с проектом Рамзес для взаимовыручки, взаимной выгоды – это еще сложнее. Но если уже у вас пришла идея в голову о студенческой иммиграции в Австралию, если вы смотрите этот видеоролик, это говорит уже о том, что вы человек неординарный, и, соответственно, вы можете что-то придумать, что не могут придумать другие. Это будет вам на пользу, потому что все новые люди – это помощь проекту и помощь вам, потому что вы уже, если смотрите этот видеоролик, вы уже часть этого проекта. Следующий вопрос, который бы я хотел осветить, который появился, в общем-то, давно, но проявился в последнее время – это выживаемость семей, приезжающих в Австралию. Каким образом сюда приезжать, чтобы, грубо говоря, нанести наименьший вред своей семье и принести ей наибольшую пользу? Есть различные варианты. То есть в основном мы, естественно, это единственное, что мы сейчас рассматриваем, это университетское образование, желательно магистратура, потому что большинство из вас – это люди, которые уже имеют высшее образование и которым бакалавриат не нужен, кроме, может быть, уже слишком молодых участников проекта. Но магистратура – это очень серьезное образование. Не думайте, что университет Центрального Квинсленда даст вам легкую пробудку в эмиграцию и в профессиональную индустрию. Это совсем не так. Приблизительно все университеты одинаковы в своих требованиях по образованию, по усидчивости, по объему получаемых знаний. Поэтому, пожалуйста, относитесь к этому серьезнее. А значит, рассчитывайте свой бюджет. Если, скажем, достаточно легкий подход, это уровень подхода второй, а не третий, на вашу семью говорят, что вам надо иметь как минимум 47, ну, может, 50 тысяч долларов, из этого исходите. Совсем даже не глупые люди и не люди, которые хотят вас остановить на вашем пути в Австралию, писали эти законы и подсчитывали эти суммы. Понимаете, если приезжает один человек, особенно если это человек-мужчина, я могу гарантировать, что человек выживет. Был бы он, как говорится, нормальный, здоровый, неленивый. Он всегда сумеет выкарабкаться, даже если у него не будет денег, ну, практически не гроша. Можно работать, можно зажать экономию, уйдя чуть ли не в ноль. Но если у вас есть семья, особенно если есть дети, картинка меняется совершенно. Если ваш ребенок плачет, если жена делает глаза и говорит, вот я жила в России, я была чем-то там и принцессой, и королевой, а теперь куда ты меня привез, мы живем непонятно как, самое главное дети, дети плачут, дети, детям здесь не нравится, детям чужит этот язык, и так далее, и так далее. Ваша половинка всегда найдет путь к вашему сердцу, и в итоге будут затрачены деньги попусту, образование не будет получено, когда получается вы потеряете 10-20 тысяч долларов, вы потеряете до года своей жизни, вы потеряете вашу мечту, и то, что вполне, в общем-то, осуществимо, надо было только немножко подождать, может быть, как-то вести себя по-другому. В итоге, все это превратится в утраченные иллюзии, и останется болью, и Австралия будет всегда вспоминаться вам, как вот с теми собаками Павлова. Очень неприятно. Чтобы этого избежать, пожалуйста, давайте мы все-таки будем скрупулезно смотреть на ситуацию, и все-таки подходить к студенческой эмиграции в Австралию, особенно, что касается приезда с семьей, и приезда на магистратуру, или хотя бы просто на высшее образование. Давайте подходить к этому серьезно. Поймите, мне не нужны ваши там лишние тысячи долларов, которые попадут мне в карман в виде комиссионы. Проект Рамзес гораздо выше прибыли полученных от пятидесяти человек, которые, в общем-то... Даже посмотрите, в коммерческом плане, если просто брать галимый расчет, понимаете, эти пять-десять человек лучше бы не приезжали, чем они приедут и уедут, и будут антисарафанным радио. При этом мои вины совершенно в этом не будут, и вины проекта совершенно не будет. Мы сделаем для вас минимально возможные траты, максимально возможную помощь. Но поймите, что львиную нагрузку несете вы сами. Понимаете, если у вас есть дети, вы уже даже работник плохой. Даже представим ситуацию оптимальную. Женщина едет на магистратуру, мужчина-зависимый кандидат, семья, один-двое детей. Мужчина вполне нормально, легально может работать сколько хочет. Это... Он не ограничен. Таков закон. Ничего преступного здесь нет. Ну, если ваш ребенок ударился, если он отравился в детском саду, если он хнычит, вы срываетесь с работы, и вы бежите решать этот вопрос. Вы отец. Ну, понятное дело, вы должны это делать. Но вы посмотрите на ситуацию со стороны работодателя. Многие работодатели, наши ребята, которые дают вам работу, они не зарабатывают миллионы долларов. Стоимость этого, может быть, контракта по 200 долларов, которые надо еще завоевать. Он вам доплатит 160 долларов, предположим. Ему остается 40. При том, что он как-то должен контролировать ситуацию, как-то должен все-таки все-таки свои усилия какие-то прилагать, тратить время, бензин, платить налоги, кстати. И если вы подводите, и человек попадает на штрафные санкции, оно, конечно, вас можно понять. Но если вас выкинут с работы, это будет очень даже справедливо. Объясню вам, почему это будет справедливо в рамках проекта. Те люди, которые сейчас уже фактически за моей спиной, уже просто делая мне огромную помощь, наши студенты и наши работодатели находят друг друга взаимной выгодой. Это сотрудничество достаточно хрупкая вещь. Мы не можем его поставить под удар из-за того, что у кого-то из вас какие-то личные проблемы. Понимаете? Увольняйтесь. Или не идите на работу в этом случае. Просто вы должны понять, что даже в этом случае вы достаточно хрупкие уезли. Вы очень, может быть, сильный человек. Вы привыкли в России просто пробивать с собой стены и вести за собой свою семью. К сожалению, здесь стены резиновые. Как бы вы не разогнались, вы их не пробьете. Вы только их растянете и они вас выкинут обратно. Все. Это не ваша пока страна. Вот когда получите вид на жительство, вот тогда вы можете, скажем, расслабиться. На данный момент вы должны делать проектный менеджмент, можно сказать, финансовый менеджмент, рассчитывая свою жизнь в Австралии. Вы должны жить в режиме строжайшей экономии. Вы должны объяснить это членам своей семьи, даже детям, о том, что это будущее. Вы приехали сюда не для того, чтобы влачить жалкое существование, жалкое по меркам нынешних австралийских, допустим, жителей. Потому что оно великолепное, если вы будете работать каким-то уборщиком или сторожем. Оно будет, конечно, может быть, по российским меркам очень хорошее в материальном плане. Но вы едете сюда для того, чтобы быть, опять-таки повторю, элитой этого общества. Может быть, не вы, но ваши дети точно. И даже дети должны это понимать. Дети с 6-7 лет это прекрасно понимают, если вы им объясните доступным языком. Вспомните себя. Вы в 6-10 лет при себя ощущали вполне взрослым и адекватным человеком. Так оно и есть. Но если вы просто не можете, вам очень хочется приехать в Австралию, но вы чувствуете, что финансово вы ее не понятете, не понятете, пожалуйста, не надо обогащать меня, не надо обогащать посольство, не надо обогащать учебное заведение. В этом случае потерпите немножко, скопите больше денег, лучше подготовьтесь. Может быть, выучите английский, но постарайтесь, чтобы не было у нас неудач. Я предпочту, если у меня будет 100 студентов, и все достигнут своей цели, чем будет 1000, из них 100 не достигнут своей цели. Потому что качество, оно превыше количества, ибо качество дает большее количество, чем количество само по себе. В любом бизнесе. А этот бизнес мы строим в контакте с человеческим лицом. Мне часто говорят, мы даже не ожидали, что образовательный агент может не брать денег. Да, образовательный агент должен не брать денег. Это уже переходим к другому вопросу и другому ответу. Образовательные агентства, которые находятся в мусорных странах, к которым я отношу весь сам континент, то есть Индия, Пакистан, Бабладеш, чисто по отношению людей к людям, агентов, студентам и наоборот. Это мусорные страны. И Россия недалеко от них ушла. Многие азиатские страны. Это мусор. мусор в плане именно того, что как люди относятся к людям. Такого нету в Западной Европе, такого нету в Соединенных Штатах. Так не работает IDP, там и крупные образовательные агенты. Есть комиссионные и только на комиссионных должны работать образовательные агентства. Я понимаю, что 10 человек подались, 3 из вас захотело приехать. 7 человек по посту на них было потрачено время. Согласен. Это риски образовательного агента. И его задача перекладывать, не перекладывать вот эти риски на потенциальных студентов, а делать так свою работу, чтобы из 10 7 подавались. из 7 получали визы. А не было такого, что 10 захотели, 3 подались, один приехал. Если такое положение у агента, значит, агент самый виноват. Он не умеет разговаривать с людьми, он не умеет работать с людьми. Эти люди, которые не приехали или не подались, это те, которые подались и приехали с другими, это люди, которые разочаровались студенческой эмиграцией в Австралию. И произошло это именно из-за этих агентов, это их ошибки, и за свои ошибки они сами должны платить. Поэтому такое явление, как проект Ramzez, это просто, грубо говоря, бизнес по-американски или бизнес по-немецки, если хотите. Обычное, нормальное положение вещей, и ненормальное оно среди русских, потому что русские ненормальны в основной своей, скажем так, массе. И положение можно и нужно исправлять. Естественно, человеческую природу трудно переделать. Но мы согласны этим заниматься, потому что ваша психология меняется так, как мы хотим. Потому что вам выгодно быть с нами. Даже если вы в душе человек далеко не идеальный, и может быть, даже для проекта вы и не подходите в плане честности и порядочности, то по крайней мере вы поддержите нас в плане того, что мы помогаем вам. Вы же не хотите, чтобы вас кто-то кинул. Поэтому вы будете с нами. Слава Богу! меняя вас, меняем себя, мы становимся лучше. Поэтому я вас призываю, пожалуйста, помогите нам набрать больше, в 10 раз больше людей. Потому что эти люди сформируют проект Рамзес таким, каким мы хотим его видеть, а мы хотим его видеть, таким, каким хотите его видеть вы. Ибо только в этом случае он будет побеждать других и будет успешен. Поэтому есть кстати и положительное что-то в том, что к сожалению русский рынок наверное не очень приспособлен для честных и порядочных людей. Наши конкуренты просто не способны, они видят все, они не глупые люди. Они просто не способны не брать с вас административные расходы, административные расходы, еще за что-то. Просто вот у них у самих такая природа. Но если вы на нашей стороне, потому что вам выгодно быть на нашей стороне, они не могут не брать с вас деньги. Это как они будут плакать, они будут понимать, что они скоро закроются, но из последних усилий они будут тянуть руки к вашему кошельку. И поэтому они проиграют. А мы выиграем. При том, что мы в действительности хорошо поставили это все как бизнес. Мы в действительности команда очень грамотных и очень умных и опытных людей. При всем при этом вот именно человеческая жадность, человеческая природа не позволит этим людям, которые сейчас ведут этих динозавров образовательной деятельности, не дадут им возможности если уж не выжить, то по крайней мере преуспевать. Говорится, шаг за шагом мы будем уменьшать их поле как шагреневую кожу. Подорвем их изнутри и мы заберем у них людей. Люди будут подаваться либо с нами, либо сами. Но они не будут подаваться через этих динозавров. Я глубоко в это верю и очень хочу, чтобы вы нам в этом помогли. Но опять-таки при всей хорошести нас, при всем позитиве всегда думайте о том, что бюджет надо свято чтить. Это вы же будущие бухгалтеры многие. Пожалуйста, считайте деньги, научитесь это делать, снимите розовые очки. последний вопрос это дареяно тем объемом материала, который приходится высылать вам для подготовки профессиональной. Слава Богу, это перевалило за 16 тысяч статей. Я думаю, достаточно быстро мы подойдем к 20. Это будет библиотека, которая в общем-то может постоянно обновляющаяся, может сделать любого человека на уровне великолепно знающего в свое дело специалиста и разносторонне образованного человека. Плюс, имея эту библиотеку на хат-диске, вы всегда можете пользоваться ключевые слова, все документы в PDF, поэтому по ключевым словам вы всегда в библиотеке за максимум за 10 минут найдете все статьи, которые посвящены какой-то теме или по крайней мере, поднимают эту тему. Это может быть пост-менеджмент, это может быть абнормальная психология, это может быть допустим психология или поведение маленьких детей стрессом, и все что угодно, по ключевым словам вы это все найдете, и это даст вам возможность обладать огромной информацией, даже не имея выхода в библиотеку онлайн университетскую, которую естественно вы можете получить только если вы заплатите огромные деньги и станете студентом этого учебного заведения. Особенно это важно, потому что вы можете подготовиться к тем предметам, которые будете проходить еще до того, как начнете их проходить. Поэтому хотелось бы конечно остановиться на вопросе связанном с рассылкой статей. Мы уделяем огромное внимание именно бухгалтерии, менеджменту, искусству администрации, психологическим и юридическим и социальным аспектам связанным с этими отраслями. Для нас бухгалтерия и информационные технологии это будущее, потому что любое общество заинтересовано в пополнении своей интеллектуальной элиты и людей, которые находятся на топ-уровне науки. Я считаю, компьютер и информационно-коммуникационные технологии это то, что всегда будет нужно в любой стране. Соответственно, развиваясь в плане помощи людям, которые хотят получить образование здесь по этим специальностям, мы даем будущее своему проекту. я не сомневаюсь, что преподавание, психология и различные отрасли здравоохранения, скажем так, тоже всегда будут востребованы. К сожалению, это очень тонкие дисциплины, они требуют действительности высочайшего уровня преподавания. Следующая часть нашего проекта, которую мы будем развивать, наверное, уже с этого года, в ближайшее время, это то, что в нашем колледже, в нашей образовательной группе, это Williams College будет, мы получили возможность преподавать бакалавриат профессиональной бухгалтерии, и в будущем планируем получить бакалавриат информационных технологий. Как вы понимаете, это 573-я виза, как вы понимаете, это образование, которое дает иммиграцию и всегда будет давать иммиграцию в эту страну, но есть некоторые вещи, которые мы не до конца осознаем, но которые в общем-то очень важны. Мы постараемся сопрячь вот это образование, бакалавриат, с магистратурой. Для этого нам нужно будет установить отношения с Университетом Центрального Квинсленда на основе взаимозачета. То есть наше образование будет давать какие-то куинты для более легкой магистратуры. В принципе возможно делать за один год магистратуру и за два года наш бакалавриат. В этом случае за три года вы получите бакалавриат плюс магистратуру. За три, а не за пять. Может быть нам удастся это сделать поначалу за четыре года. При этом стоимость обучения мы планируем снизить до уровня как бы вы платили два года полной магистратуры даже в таком университете как университет центрального Квинсинта. Это архитяжелая задача, потому что она связана с некоторой косностью университетской науки, некоторым неверием, но это то, куда мы будем биться, куда мы будем пробиваться и то, что вам даст достаточно быстрое, очень высококвалифицированное образование, причем бакалавриат и магистратуру в Австралии. Это безусловно вам поможет и профессионально, и в плане эмиграционном. То, что получить бакалавриат и магистратуру здесь ценится гораздо выше, чем просто получить магистратуру на основании русского признанного бакалавриата. Еще немаловажно то, что у нас в обрадовательной группе есть уже люди, которые способны преподавать на уровне бакалавриата. Это наши ребята, это участники нашего проекта, наши форумчане способны преподавать на уровне бакалавриата как IT, так и бухгалтерия. Мы в будущем планируем, что наши же выпускники, наши форумчане будут преподавать у нас и соответственно замкнется весь цикл. То есть мы будем находить людей, которые если хотите недовольны жизнью в своих странах, которые хотят жить работать, учиться в Австралии. Мы будем помогать им с этого момента и до момента получения ими пиара получать знания и опыт в практической деятельности. Вот рассылка этих академических статей в основном примет этот формат. мы будем помогать людям с трудоустройством после окончания наших учебных заведений. Это только от нас зависит, как и от вас, кстати, как это будет проходить успешно. Соответственно, решение вопроса иммиграционного для того, кого нужен, скажем так. и это будет лестница в небо. Потому что когда мы хотим уехать из России, мы не просто хотим стабильности. Это может быть главная мотивация, но все-таки в мечтах. Мы видим себя, себя, а не наших детей, уже в верхних слоях, в верхних эшелонах этого общества. Мы имеем примеры людей, которые этого уже достигли, будучи первыми иммигрантами. То есть теми, кто приехал сами, и они достигли, не их дети, а именно они достигли самых высоких позиций. Мы имеем такие примеры. Поэтому это возможно. Наша задача сделать это как бы повседневным делом. Очень хороший пример дает фирма Toyota, которая делает сверхнадежные прекрасные автомобили по самой низкой цене и дала нам три новых теории качества, дала нам стандарты, которым мы будем следовать. Наша задача сделать вас такими, какие по своему характеру являются японцы. Потому что вот эти все теории качества они применимы в основном к людям, которые в действительности честно, непорядочные, умеют и желают хорошо работать, чего-то достичь в жизни и не опуская, грубо говоря, других. Поэтому, когда мы собираемся замкнуть это, это очень по-японски, то есть сделать все этапы от того, как вам в голову приходит мысль уехать из страны до момента, когда вы занимаете высокий уровень в австралийском обществе, сделать всех, все заинтересованные стороны активно участвующими и активно помогающими друг другу. Наша открытость и те попытки, которые мы предпринимаем, чтобы сделать вас открытыми друг для друга, это то, что опять-таки нам дает соревновательное преимущество. Ни один наш конкурент никогда не пойдет на открытость своих доходов, никогда не пойдет на то, чтобы показать, что вот это я беру с вас, ребята, просто потому, что я хочу на вас нажиться. Все будут делать вас зависимыми от себя и поэтому независимыми от других и поэтому в той дорожке, которую выстраивают другие образовательные агенции и миграционные агентства и агенты, у них идет работа каждый за себя. Образовательное учреждение хочет хапнуть побольше, образовательные агенты, миграционные агенты тянут одеяло на себя, студент все это видя, пытается обмануть и тех, и других, государство смотрит на это и общество и просто мериться со всеми потому что университеты хотят жить это австралийцы, миграционные агенты и образовательные агенты они хоть что-то дают как кажется для этой экономики студенты это просто те люди которые живут кушают и тратят свои деньги заработанные вне вот вот как работает этот бизнес со стороны как взгляд со стороны а он должен работать совершенно по-другому все стороны заинтересованы значит все стороны должны активно помогать друг другу идти на компромиссы идти на самопожертвования идти порой на то что снижает их доход как это делается может быть в Японии поэтому Япония так далеко ушла в плане организации бизнеса и производства этого нет и не будет западными и тем более это не будет в тех бизнесах которые связаны с российскими участниками здесь никто не будет работать за 5-10% годовых русские или русские в кавычках не привыкли так работать но весь мир цивилизованный стремиться к этому Япония частично Китай они к этому уже пришли наша задача сделать это самое эффективное ведение бизнеса достоянием нас по крайней мере в рамках проекта Рамзес и в итоге подарить это все вам в общем-то по русским меркам мы уже много чего достигли и могли бы почивать на лаврах и просто мало что что делая как-то зарабатывать деньги однако развитие этого проекта Рамзес это в ваших интересах потому что именно вам и в первую очередь вам это дает выгоду минимизация ваших расходов оптимизация вашей студенческой миграции в Австралию и поэтому именно вам и теми кто идут за вами это выгодно причем вам выгодно чтобы как можно больше людей пришло за вами потому что это дает вам авторитет это вам дает фундамент это дает вам возможность экономики масштаба потому что сделав этот проект огромным мы сможем настолько сделать его удобным и дешевым что в нынешних условиях я хоть разбейся ничего этого сделать не смогу мы сможем диктовать наши цены мы сможем диктовать наши условия мы сможем организовать даже более дешевые поездки сюда но нам нужно число нам нужна и вера в этот проект и его многочисленность рамзесы рамзесы приходят и уходят рамзесы не вечны проект если его хорошо поставить сделать его достаточно састейнабл самоподдерживающим проект вечен потому что Россия или то что будет на месте России вечно Австралия вечно по крайней мере в обозримом промежутке времени к сожалению желание уехать из России тоже вечно поэтому проект рамзес тоже вечен спасибо